Я посмотрел кино Навального про путинский дворец в Геленджике. Или в Геленджике. В Геленджике, наверное, да? Могу сказать честно, что меня это в общем и целом не впечатлило, хотя это сделано превосходно. Это не вызывает сомнений. И почему меня не впечатлило? Потому что такие дворцы – это вообще обязательный аксессуар любой абсолютной власти, любой деспотии, любой тирании. Это также симптоматично для власти такого типа, как бубонные наросты при бубонной чуме. Поймите, не бывает физиономии диктатуры без таких прыщей в виде дворцов на физиономии. Не бывает. Это как понос при холере. И у Навального, надо сказать, хватает самообладания не только тщательно этот холерный понос размазывать, но еще и нюхать палец, и делиться со зрителем впечатлениями от унюханного. Вот это меня, может быть, и возмущает, потому что не надо забывать, что исследователь у нас я. И давай вспомним, что заболевание роскошью – это тоже неизбежная болезнь всех диктаторов, всех сатрапов, всех тиранов. И вряд ли, кстати говоря, вот путинский дворец, он абсолютно равен по своему вот градусу бездарной роскоши и глупости, и размаху. Он совершенно равен тому, что устроил Бакаса. Если ты помнишь, был такой диктатор в Африке, который действительно живьем ел своих политических оппонентов. В России все-таки это еще впереди все, вероятно. Но он не живьем, ему готовили, конечно. То есть это были отварные оппоненты, это была жареная оппозиция, печеная, в собственном соку и во всяких специальных соусах. И вот когда Бакаса, он в очередной раз обнулялся и продлялся, у него инаугурации выглядели немыслимо роскошно. То есть даже в кресло для гостей вправлялись подлинные крупные бриллианты, а все вот эти сидушечки, которые так популярны в Африке, они обивались шкурками только пятимесячных леопардов и гепардов, потому что только у пятимесячных леопардов и гепардов шкура имеет наибольшую контрастность и наиболее четкий рисунок. И вот как бы этих леопардят и гепардят как раз убивали. Единственное, о чем, когда вот я смотрел... Что ты говоришь? Зверушек-то за что? Ну бесчеловечно же. Ладно, а понехал. У Бакаса свои представления. К тому же давай как-нибудь мы с тобой поговорим на тему термина «человечно», вспомним эволюционную историю этой твари под названием «человек», тогда и будем, собственно говоря, решать. И вот единственное, о чем я пожалел, когда смотрел Навальновский фильм, так это о том, что вот до этого дворца в Геленджике вот не дошел Каир Кожахметов, не дошел тот самый тихий, робкий, старательный фельдшер из Тюмени с зарплатой 20 тысяч рублей, который за какими-то медицинскими приборами пешком шел на морозе при минус 30, потому что у медпункта автомобиля нету. Был какой-то старенький, давным-давно заглох. Обещали новый УАЗик еще 6 лет назад. Нет нового УАЗика просто потому, что нет денег. И Каиру Кожахметову надо было пройти по, разумеется, темной проселочной дороге с температурой минус 30, а на улице надо было пройти 50 километров, чтобы забрать это оборудование. На 27-м километре он погиб. И вот если бы он сменил направление, и, возможно, рано или поздно добрался бы до Геленджика, он мог бы потрогать, вот как они эти 100 миллиардов на ощупь. Он мог потрогать ворота, которые сделаны в точности как ворота Эрмитажа. И даже он, наверное, нашел бы свой маленький УАЗик, который волшебным образом превратился в 114-ю завитушку слева на этих воротах. А это тот самый УАЗик. Больше этой завитушки было взяться неоткуда. И вот, наверное, если бы ему это удалось, то тихий фельдшер, он, наверное, понял бы, за что он умирает и по чьей вине тоже. И я думал, что вообще этот дворец в Геленджике будет густо населен тенями. И по ночам там будут, вероятно, истошно выть парализованные старухи, сгоревшие в тех бараках, которые почему-то называются в России самопальными приютами. Там же будет, вероятно, гремя кортиками ходить призрачный строй матросов с Курска. Там вообще будет много чего интересного. Но, конечно, я понимаю, что вот так чистую чернуху, Лиза, я не собираюсь плести, потому что очень неплохо, что такое строение появилось. Я, например, этому рад. Я рад, что оно есть, что оно состоялось. И когда все закончится, Лиза... Все это в глобальном смысле весь мир... Да, да, вот когда все... Нет, когда это у нас в глобальном смысле... А оно закончится, да? И надо будет как-то замиряться обратно со всем человечеством. И искупать вину перед Украиной, перед Белоруссией. И надо будет мириться с Украиной. То, в общем, считай, что для ветеранов АТО будет отличный пансионат. И у всех, кого Лукашенко на деньги России изувечил на мирных шествиях в Минске, тоже будет отличный пансионат. Так что я думаю, что эта зданица не зря построена. И, как видишь, да, вот эта очередная перчатка, она прилетела в рожу режима. У режима физиономия такого удивленного ящера, который нашел огнетушитель и пробует его на вкус. И спрашивает, а что это, собственно говоря, такое. Но мы видим, что вообще в ситуации с Навальным Кремль избрал такую очень простую тактику тупого уничтожения. Без фантазии, без ходов, без всякого креатива, без затей. Да, вот просто была нажата, вот плюя на всех и на все, нажата кнопка задавить. То есть схватить, скрутить, заломать, посадить. Ну, а дальше как повезет там. На зоне может быть и ковид, и заточка, и кирпичик на макушке. Всякое может быть. Ничего нового. Ну, вот, кстати говоря, то, что я в Инстаграме написал, что вот так вот тайком, тихо, дергая за рука всем главным пропагандонам страны было предложено сходить к Навальному в камеру и размазать его мощным интервью. Задать несколько вопросов. Ну, уфсинщики, которые, ну, это не их, конечно, идея, это идея администрации президента, они очень наивно себе представляют пропагандонов, потому что пропагандон хорош, вот как и поп, да? Когда он на своем омвоне, когда нету ни единого возражающего голоса, либо все возражающие голоса, это заранее согласованные люди, которые уже получили деньги за то, что их выгонят в результате любой дискуссии. И надо сказать, что все пропагандоны, они под разными предлогами тихо отказались от этого визита в камеру, потому что поняли, что, в общем, им не справятся. Помимо воплей, вот эти всякие, ну, очень-очень забавные и очень простенькие попытки помазать дверь камеры Навального какашками праведности, они были сделаны очень коряво, так что вот этот совершенно наскальный компромат не стали у себя размещать каналы федеральные, не стало размещать даже НТВ и даже РЕН-ТВ, и вот этот сексуальный компромат на Навального был сплавлен какому-то мелкому православному изданию, мелкому православному каналу, который его тут же радостно вывесил. Там смертная тоска. Навальному приписали хранение фотокарточек голенькой Любы Соболь. Причем Любу Соболь нарисовали, вот я бы нарисовал честно, я умею только кота сзади тоже рисовать. Вот нас в питерских объединяет не только манера ношения часов на этой руке, но что мы здесь в Питере все умеем рисовать кота сзади, потому что это то, что мы видели всегда с детства, соседский кот. Но ее нарисовали предельно халтурно, хотя вот если там вглядеться, то понятно, что это, конечно, никакая не Люба Соболь, а тщательно обритый со срезанным пузом православный олигарх, владелец канала, который там, значит, во всяких позитурах перед фотоаппаратом представил. В общем, наплели Навальному какую-то бездоказательную порнуху и аморалку. И это просто такое возрождение СССРовской традиции, обязательно политическому надо наплевать в баланку. Сейчас это может себе позволить кто угодно, там пятиклассник может воспользоваться программами фотошопа и, ну не знаю, изобразить Лаврова в бане с сиськами до колен в женской бане. И на спине ему разместить огромную татуху с лицом Байдена. Жирик тоже, конечно, он отличился. Он вытирал Навального ноги с исключительной злобой. Я думаю, что я разгадал причину злобы. Он тоже, он нас... Лиза. Он насмотрелся на дворец. И он, конечно, не может себе сейчас простить, как выражаются в секс-индустрии, что он так дешево лег под такого богатого клиента. Вот это его, конечно, привело в абсолютное неистовство. Он, правда, знает, какие все равно надо употребить выражения. А так вообще, честно говоря, очень тупая практика. Потому что забавно, что все эти чиновники, судьи, тюремщики, ФСБшники, замазанные в этом очередном глупом дерьме, они все делают героические лица и хором повторяют как заклинание. Нам все можно, все средства хороши, так как мы спасаем Россию. Вот это, вот спасение России, такая вековечная присказка, которая повторяется раз от разу. И она, причем, характерна не только там для царей, президентов. Эта идея, кстати говоря, всегда транслировалась русской литературой, русской культурой. Именно вот в пилюлях культуры заглатывалась населением. Поэтому она такая приживчивая. Но вот надо сказать, что народилось пара поколений, которые эти пилюли уже не принимают. А всякие думы и президенты для нее это другая планета и что-то, в общем, довольно мерзкое. И надо быть готовым к тому, что эти поколения, они, в общем, рано или поздно оглядят эту российскую поляну и зададут коварный вопросик один. Просто к этому надо быть готовым. Что вот и так, Россия это то, что надо постоянно спасать. Чем спасать? Спасать ее можно арестами, пытками, концлагерями, репрессиями, диктатурами, ОМОНами, изоляцией, войной со всем миром, продажными судами, фальшивыми выборами, расстрелами, насилиями, кровью и рабством. Она без этого гибнет. Она гибнет без этого. Она распадется, растворится, исчезнет. А вот не велика ли цена, честно говоря? Так может, нафиг ее, эту Россию? Может, ее и не стоит спасать? Коль скоро, из века в век, картина все равно повторяется. Вот тут надо 20 миллионов трупов, тут еще 30, а ей все мало. Потому что ведь как только все устаканилось, как только все успокоилось, звучит как бы капризный бас Матери Родины, что, ах, добавьте мне миллион трупов в вечерний коктейль, иначе я погиб. И надо сказать, что эти спасители совершенно в общем правы, потому что есть дворцы, нет дворцов, но, как правило, они есть. Ничего не меняется, дворцы просто розочки сбоку. Россия действительно не может без всего этого. Вот мы сейчас видим, как разворачивается этот потрясающий масштабный эксперимент. Мы видим, что Россию спасли от сыра. Мы видим, что Россию спасли от колбас, от масла нормального. Мы видим, что спасли от дешевых новостей. Мы видим, что, наконец, спасли от медицины и от кислорода, трупами забитых. Героически спасли. Совершенно верно. Спасли от канализации, спасли от космоса. Наконец, да, вот, напряглись и спасли от Олимпиады большого спорта, от грамотности, от науки. Но ничто, как бы, окончательно ее спасти не может. И в пасть идеи спасения пойдут все новые и новые поколения. Она все не спасается и не спасается. Я боюсь, что действительно приговор поколений, которые не отравлены пилюлями культуры, он будет предельно жестким. И всякие наши вольнодумства, и всякие наши мятежные речи на эхе Москвы будут восприниматься по сравнению с тем, что предложат эти поколения, еще как очень нудные и респектабельные, и скучные нравоучения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!